Ну что, дорогие друзья, добрый день. Те, кто присоединился к нашему эфиру в телевизоре, мы присутствуем. И прямой эфир идёт также на радио. Саха-24 телевизор, радио 107.1 FM, Волна. Итак, рубрика «Открытый микрофон». Сегодня мы будем говорить про новации в области ОСАГО. Ну, область, да, это, видимо, так. И сегодня у нас в студии исполняющая обязанности управляющая отделением Национального банка Республики Дальневосточного ГУ, Центрального банка Российской Федерации, Гриднев Андрей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели, Юля. Ну вот, значит, скажите, пожалуйста, вот сейчас многие, так сказать, структуры переходят на электронное общение со своими, ну, скажем так, получателями каких-то там услуг, это и в медицине, в образовании. Собственно, мы все это знаем, и мы можем, как говорится, напрямую пообщаться с этим учреждением, сидя у себя в удобной, так сказать, обстановке, дома, за компьютером, и не выходя из дома, оказывается, с 1 января, и заключить даже в электронном виде вот страховку по ОСАГО. Что такое электронный полис ОСАГО? Начнем с этого. Да. Ну, тенденция ухода в интернет, и она очевидна, вот она будет продолжаться. Ну, для начала вообще надо понять, что такое вообще полис ОСАГО. Да, это документ, который подтверждает обязанности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и который оформляется страховщиком на всей территории Российской Федерации. В свою очередь, электронный полис ОСАГО – это точно такой же документ, только он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью страховой организации. То есть, каждая страховая компания, она обязана иметь квалифицированную электронную подпись. Электронный полис ОСАГО имеет точно такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. При этом, оформленный в электронной форме документ, гражданин может самостоятельно распечатать у себя дома в домашних условиях на принтере, на каком-то листочке. То есть, его необязательно получать на бланке строгой отчетности. Вот, если же гражданин желает получить все-таки этот электронный полис, потому что многие у нас привыкли иметь какой-то серьезный подписанный документ, он, безусловно, может обратиться в страховую компанию, и она не откажет, и выдаст ему на бланке официально после оплаты. Но в том-то и дело, что, Андрей Анатольевич, многие сейчас страховые компании федерального уровня, которые пришли к нам здесь в республике, работают, они как раз-таки не хотят открывать представительство. Видимо, с этим связано, да, то есть уход в интернет. Ну, а для нашей республики здесь, опять-таки, история такая, что не везде есть интернет. То есть, в тех населенных пунктах, где интернет предоставляется, ну, допустим, через спутниковую связь, это достаточно сложно, дорогие тарифы, и, в общем-то, вот в этом ключе, как бы, видимо, вот этот электронный полис, он именно будет работать хорошо там, где есть хороший интернет с хорошей скоростью. Да, Юрий, но это вопрос несколько с другой области, да, это все-таки касается зоны покрытия связью, оптоволоконной, либо спутниковой. Действительно, проблема у нас в республике существует, но все же прогресс на месте не стоит, и сейчас и Центральный банк, и органы власти, и местные, и муниципальные, они очень озабочены этим вопросом, поэтому, ну, здесь немножко вопрос в другой плоскости, да. А где вот можно приобрести электронный полис? С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на данный вид страхования, именно вот страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории Российской Федерации. То есть они обязаны с 1 января предоставить возможность гражданам через свой сайт, значит, чтобы граждане имели возможность. А все страховые компании это сделали, да, имеют возможность? Ну, они обязаны, во всяком случае, это с 1 января сделать. Да, сейчас каждая страховая компания, которая обладает лицензией в данном виде страхования, она предоставляет этот доступ. Либо через сайт, я вот хочу добавить немножечко, да, либо через сайт Российского союза автостраховщиков. Вот такой союз есть, и, в принципе, через любой поисковик его можно найти. Я сейчас аббревиатуру не буду называть нашим слушателем и зрителем на латинском, грубо говоря. То есть поисковики можно найти и на сайте Банка России, и Российского союза автостраховщиков. Вы можете найти информацию о страховой компании и зайти на ее сайт и оформить, соответственно, полис ОСАГИ. Дорогие друзья, можете к нам позвонить в студию. Мы работаем в прямом эфире и задать свои вопросы по поводу полисов, электронных полисов в том числе. Ну, мы сегодня об этом говорим. 32-00-66, 32-11-66, это телефоны у нас в студии. Звоните к нам, задавайте свои вопросы Андрею Анатольевичу. Ну, скажите, а вот все ли граждане обязаны иметь только вот электронный полис? Ну, имейте в виду заключить со страховой компанией, да, в электронном виде. Нет, договор страхования по ОСАГО может быть заключен как путем оформления и выдачи страхователю документов на бумажном носителе в офисе, так и в виде электронного документа через сайт. Ну, то есть это касается тех, где интернет как бы не очень-то присутствует, да, сегодня? Да, вот здесь, да, страховые компании, которые хотят охватить, скажем так, тех граждан, которые имеют затруднения с доступом в интернет, ну, здесь, безусловно, на первый план выходит оформление на бумажном носителе. Поэтому... Ну, понятно, да. А скажите, пожалуйста, а вот какие-то преимущества есть, вот, ну, скажем, кроме того, что я сижу дома, и мне удобно, и я никуда не хожу, и, ну, скажем так, сидя дома, заключить вот этот вот электронный полис? Да, ну, согласитесь... В чем преимущество? Только в этом? Нет, ну, согласитесь, это одно из основных преимуществ, да, не надо никуда ходить, не надо стоять в очередях, но, кроме этого, еще эта возможность избежать риска необоснованного отказа страховых организаций от заключения договора и навязывания дополнительных услуг, потому что это довольно распространено. Вот, ну, и, безусловно, избежать опасности утраты документа, да? То есть бумажный документ можно утерять, а если у вас есть электронный, в электронном виде, скажем, его аналог, то вы можете в любой момент распечатать, вот, и предъявить эту бумагу инспектору, допустим, ГИБДД. А это дешевле будет обходиться все-таки, или вот... Ну, теоретически, да. То есть это можно уже будет сейчас проследить по тарифам страховых компаний, потому что все-таки издержки на агентов или каких-то посредников, они просто исключаются. То есть удорожается вот этот продукт, да? Нет, не удорожается, наоборот, все-таки в электронном виде... Нет, но я имею в виду, когда вот человек с человеком работает. Ну, конечно, все-таки агент должен получить свою комиссию за то, что он проделал, скажем, некоторый путь ногами, вот, оформил, соответственно, договор, пообщался. Пообщался, навязал еще там несколько услуг. Как оформить электронный полис ОСАГО? Ну, процедура оформления и покупки вот электронного полиса, она достаточно простая. Надо взять те же документы, которые требуются при приходе в офис страховой компании, это, прежде всего, паспорт, водительское удостоверение, документ о регистрации транспортного средства и диагностическая карта. Вот, ну, для оформления через интернет необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании, получить от нее идентификаторы для доступа в личный кабинет, это логин и пароль. Я думаю, что... Обязательно нужно их записать, потому что всегда люди забывают, и потом начинаются проблемы. Да, и потом эти идентификаторы передаются страхователю, то есть страховую компанию по электронной почте, СМС-сообщением, либо при личном обращении в офис страховой компании для последующего постоянного использования. Вот и... У меня мама, например, да, она вот личный кабинет оформляла за гран-паспорт через личный кабинет. Ну, это вообще достижение. Маме там под 70, и она, в общем, оценила вот эти преимущества, что можно все это сделать, не выходя, скажем так, из дома, да. А в всяком случае, заявление написать в миграционную службу, или как там, кто там нам выдает эти паспорта. В общем, да. Ну, это очень удобно. В плане того, что... Ну, знаете что, да, вот какая ошибка была у мамы? Она забыла и пароль, и логин. Мы перерыли весь дом. Она, в общем, куда-то запрятала, вот как Кощей бессмертный, куда-то там в какой-то ящичек, где-то этот ящичек, еще где-то. В общем, то есть, просто я имею в виду, что когда мы сталкиваемся с таким вот видом, то есть нужно очень где-то ответственно записать где-то в каком-то месте, где можно с легкостью потом найти. Ведь мы этим же документом будем пользоваться, этим осадом, если мы заключаем электроны. Ну, теоретически можно, наверное, получить вот эти данные повторно у страховой компании, потому что факт регистрации уже был. А какие сроки, так, нет, ну, как долго вот это все оформляется? Ну, страховой электронный полис направляется страхователю, то есть гражданину, не позднее рабочего дня, следующего, за днем зачисления на расчетный счет страховой компании денежных средств. Вот, соответственно, за сам полис. Вот, и этот полис посылается в электронном виде на адрес электронной почты, который указал гражданин при регистрации на сайте страховой компании, и размещается там же в личном кабинете гражданина. Ну, например, вот этот гражданин там, ну, что-то у него какие-то изменения, он там новую машину как-то поменял или еще что-то, да? Как внести изменения и сведения вот в полис? Ну, это тоже достаточно просто. Вот, в случае необходимости внесения каких-то изменений, или в ранее указанные сведения, ну, например, в полис ОСАГО дополнительных водителей мы иногда вносим, да, друзей, знакомых, родственников. Страхователю необходимо направить в страховую компанию заявление в электронной форме, это все тоже предоставляется на сайте. Страхователь должен, безусловно, уплатить дополнительную страховую премию, в зависимости от того, кто будет включаться и какие изменения будут вноситься в сам полис. Ну, это зависит от увеличения степени риска, безусловно, да, потому что водители разные бывают. Если же вносимые изменения не требуют дополнительной оплаты, то страховая компания направляет страхователю переоформленный уже полис с внесенными изменениями в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения страховщиком заявления в виде электронного документа на сайте. А в случае необходимости уплаты дополнительной страховой премии, ну, вот, например, включение, да, дополнительных водителей, там присутствует коэффициент бонус-мал, в зависимости, это история, скажем так, автотранспортных происшествий, да, конкретного водителя. Страховая компания в срок не позднее двух рабочих дней с момента уплаты страхователем вот этого дополнительного оплаты страховой премии, да, направляет ему переоформленный полис. То есть разница в чем? Если платить не надо, то с момента, два дня, с момента получения заявления, если платить надо, безусловно, ждут фиксации платежа, и в течение двух дней гражданин получает. Скажите, пожалуйста, а вот страховая компания, допустим, она может отказать в покупке электронного полиса гражданину? Ну, бывают такие случаи? Ну, да, безусловно, потому что все-таки у страховой компании есть не только обязанности, но и права, вот, а право отказать в заключении договора, обязательного страхования. Страховая компания имеет в двух конкретных случаях. Первый, да, это если сведения, которые представил гражданин при подаче заявления, они не соответствуют той информации, которая содержится в автоматизированной системе ОСАГО. Такая система есть. Вот, и второе, если заявление подает владелец транспортного средства, которое зарегистрировано в иностранных государствах. То есть, если временно гражданин использует это автотранспортное средство, оно не стоит на учете здесь у нас, в России. Ну, Андрей Анатольевич, мы продолжим наш разговор через некоторое время. Дорогие друзья, если у кого-то возникли вопросы, подумайте, может быть, зададите 32 00 66 32 11 66. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Ну, дорогие друзья, да, в общем, разговор у нас сегодня идет вот вокруг автомобиля, заключение электронного полиса ОСАГО. И, в общем-то, сейчас уже это как бы норма, что в семье, ну, в каждой семье практически есть автомобиль, а то и два, а то и три. То есть, как бы у мамы, у папы, у ребенка, ну, если это взрослый человек, да, студент, например. Вон, посмотрите, парковка возле СВФО, там каких только крутых тачек нет. Вот. Но, собственно говоря, естественно, каждое транспортное средство должно иметь полис ОСАГО. И, оказывается, сейчас полис ОСАГО с 1 января, я напоминаю, 17-го года, этого года, можно заключить в электронном виде. Ну, конечно, про преимущества мы уже проговорили, ну, и, в общем-то, мы все понимаем, да, и уже привыкли, что какие-то услуги можно получить в электронном виде, в том числе вот по оформлению полиса ОСАГО. А вот скажите, если, например, транспортное средство, оно не зарегистрировано в ГИБДД, может ли человек заключить полис такой, ну, вот в электронном виде, или нужно обязательно пройти через ГИБДД? Понятно. Да, может. Ну, или я совсем какая-то блондинка в этом вопросе. Если к моменту заключения договора обязательного страхования транспортное средство, владельцем которого является, вот, гражданин, который хочет подать заявление, не прошло госрегистрацию, то при заполнении заявления о заключении договора обязательного страхования строка в полисе «Государственный регистрационный знак» не заполняется. Только и всего. После государственной регистрации транспортного средства и получения государственного регистрационного знака страхователь обязан сообщить страховщику номер в течение трех рабочих дней после получения. Страховщик, в свою очередь, вносит соответствующие изменения в автоматизированную систему ОСАГО, вот, о чем мы говорили ранее. Вот. И все уже оформлено нормально. При регистрации транспортного средства исполнение обязанностей его владельца по страхованию своей гражданской ответственности подтверждается предъявлением сотруднику регистрирующего органа полиса ОСАГО. Это вот для получения номера, госномера. Ага. То есть это можно. Да. Вообще, вот, это вот, как бы, все-таки это новация, конечно, да, вот в эти дни, это новация. Электронная форма. Да, электронная форма. То есть, естественно, там будут какие-то шероховатости вполне возможны, да. А вот, допустим, новичок, водитель, получил вот вчера права, его нет еще в базе данных информационной, да, единая база информационная, да, где мы должны, как бы, как автолюбители находиться там. Ну, что-то вроде истории, да, нашей. Ну, да. Ну, безусловно, могут. Автоистория. Да, с 1 января 2017 года страховые компании обязаны, они обязаны, я подчеркиваю, продавать полисы новичкам и владельцам новых автомобилей. В случае неправомерного отказа страховщика, вот, заключение договора страхования. Именно электронного, в электронном виде, да? Да, и в электронном, да. Необходимо обратиться с жалобой в Банк России, то есть к нам, да. Вот, но сделать это можно, обратившись в интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru. Ну, и, в принципе, можно, конечно, заявление подать в отделение, и мы в компетентную службу перешлем запрос, где будет дан подробный квалифицированный ответ по каждому отдельному случаю. Ну, еще вот такой вопрос, да, конечно, Андрей Анатольевич, но вот этот электронный полис, он как бы в какой-то степени был опробирован уже, вот этот опыт выдачи в электронном виде полиса ОСАГО в 2016 году. И многие тогда автолюбители, кстати, жаловались, вот если посмотреть даже у вас там, как бы на вашем сайте, да, жаловались на то, что эта услуга была недоступна для многих автолюбителей, и вот эти, как бы, шероховатости, они уже сняты, или же над ними поработали страховые компании, или же у нас, как всегда, как бы это, ну, как-нибудь потом. Ну, я отвечу так, Юля, страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Вот сейчас такое требование. И день, и ночь. Да. Вот, и Банк России установил специальные требования в этом направлении, которые должны будут обязательно соблюдать все страховщики. Это, во-первых, позволит избежать ситуации, когда сайты постоянно висят, да, или закрыты на технологические работы. Вот, например, суммарная длительность перерыва в работе сайта, страховой компании, не должна превышать 30 минут в сутки при необходимости проведения, допустим, какие-то... Но как это проверить-то? Ну, если вы заходите, допустим, и сайт не работает по какой-то причине, да, вот, он должен не работать, скажем так, если можно выразиться, не более 30 минут в течение, скажем так, суток, 24 часов. Если необходимо провести какие-то плановые технические работы, мы понимаем, что там... Угу, профилактика. Да, профилактика, она обязана, кажется, делаться с какой-то периодичностью, то страховая компания обязана разместить не менее чем за сутки до начала вот этих плановых технических работ на своей главной странице информацию. Ну, то есть предупредить. Предупредить клиента, что вот мы будем проводить такие-то такие работы, вот, и эти работы, причем, страховщики, они должны будут проводить с 20 часов, ну, с 8 часов вечера до 8 часов утра по московскому времени. Вот, ну, пока по московскому. Ну, это плохое время, я скажу. Ну, возможно, для регионов, ну, страна большая, сколько у нас часовых поясов, ну, во всяком случае, можно каким-то образом подстроиться, да, что вот в этот период могут быть какие-то технологические работы. Вот, кроме того, информационные системы страховщиков, ну, и Российского союза автостраховщиков должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение электронного договора в течение 30 минут с момента направления через сайт. Ну, то есть, получается так, вы требуете, чтобы вот эти вот электронные полисы, они оформлялись именно в рабочее время, да, так получается? А если я целый день работаю, например, вот, от рассвета до заката, как говорится, да, домой прихожу, я только могу, имею возможность зайти в сеть после, там, 21 часа, а почему в это время я не могу, например, попасть вот и вот обстоятельно, с чувством, с толком оформить этот полис после 21 часа? Да, вы можете. Вот. Мы говорили о плановых работах, технологических каких-то. Это плановые. То есть, это не постоянно. То есть, это не говорит о том, что с 8 вечера по Москве и до 8 утра по Москве сайт не будет работать. Нет. Обеспечить страховые компании обязаны доступ к сайту в круглосуточном режиме. Мы говорим только... И еще, смотрите, вот эти вот сайты, да, то есть, это еще говорит о том, что, допустим, у меня какие-то возникли вопросы, то есть, там, на том конце вот этого, так сказать, кто-то там сидит, он должен мне тут же в режиме онлайн, так сказать, я задала вопрос, мне раз и ответили. Или я написала письмецо, и оно как через почту России, там, через месяц придет ответ. Или как? Ну, смысл в чем? Нет, ну, безусловно, у них будут ответственные люди, я имею в виду, представители страховой компании, да. Есть сопровождающие специалисты, которые сопровождают сайт в режиме онлайн. Ну, то есть, оперативно они должны реагировать как-то на какие-то там... Да, да. Тем более, что установлены конкретные сроки заключения договора, то есть, безусловно, они должны в режиме онлайн отслеживать. Еще вопрос, да, вот многие сидят сейчас, наверное, перед телевизором или перед радиоприемником, думают, а вообще, при чем здесь банк вообще? Собственно говоря, ОСАГО, автомобиль и банк. Вот связь какая? Почему вы здесь у нас в эфире сегодня? Ну, прежде всего, Банк России это мегарегулятор, да, в том числе в сферу нашей надзорной деятельности вот попадают и страховые компании, вот, не только банки. Это в целом, потому что страховые компании это часть финансового рынка, а Банк России финансовый рынок регулирует. Ну, этим все сказано. Ну, все, дорогие друзья, все понятно. А вот из чего складывается размер страховой премии по ОСАГО? Ну, размер страховой премии складывается из величины базового страхового тарифа с учетом коэффициентов территориальных. То есть они устанавливаются для разных населенных пунктов, для разных городов в разной степени. Но у нас в республике-то как? Ну, у нас в республике получается... Самый дорогой, вот, коэффициент. Самый дорогой, один и два, это в городе Якутске. Почему? Ну, сами понимаете, у нас в Якутске треть населения республики проживает, да? Вот, соответственно, автомобилей у нас намного больше, и плотность населения на квадратный, скажем так, метр в городе Якутске очень большая, и, соответственно, автомобилей тоже полно. И вероятность попадания в ДТП возрастает, ну, безусловно, очень незаметно. А вот смотрите, если, например, я имею прописку там где-нибудь в Хангаласском районе, например, да, и свое транспортное средство там зарегистрирую, я могу вот дешевле как-то оформить полис электронный? А проживаю в Якутске? Ну, давайте таким образом поясним. Вот в соответствии с законодательством и с положениями. Вот для формирования тарифа, вот в части коэффициентов применяется коэффициент по месту прописки физического лица. Вот. То есть, если, допустим, для Нерингре этот, вот для Якутска 1,2, для Нерингре это 0,8 коэффициент, а 0,6 это для, соответственно, для всех остальных населенных пунктов республики. Вот такой коэффициент сейчас установлен. А базовый тариф, вот я хочу сказать, да, для транспортных средств, например, категории B, это самое распространенное, это наши вот легковые автомобили, вот, которые используют физлица. Он составляет от 3432 рублей, да, это нижняя планка, до 4118 рублей. Вот. То есть, здесь вот эта вилка установлена, и она позволяет страховой компании, может быть, какое-то конкурентное преимущество, да? — То есть, можно выбрать. — Да. И мы советуем гражданину обратиться в ряд, скажем так, страховых компаний, зайти на сайт и посмотреть стоимость, тарифы, в зависимости от того, что они туда закладывают. — А вот смотрите, еще такой вопрос у меня возник. Например, я проживаю, опять-таки, ну, допустим, в Нерингре, да, и приехала в Якутск и, ну, попала там в легкое ДТП, так сказать, да? Вот какая будет применяться ко мне вот, ну, коэффициент вот этот, какой будет применяться? По Якутску или по Нерингре или как? — Нет, нет, здесь немножко это из другой области немножечко. Когда вы попадаете в ДТП, это вопрос один, а изначально у вас уже полис есть, правильно? То есть, он страхует вашу ответственность, неважно, где вы попали в ДТП, он у вас есть. Вот. Поэтому вот этот базовый тариф и коэффициенты, они изначально важны для того, чтобы приобрести этот полис. Потому что размеры ДТП бывают разные, и это уже определяет дальше страховая компания, и, соответственно, фиксируется ущерб. Поэтому от стоимости полиса... — Ну, давайте вернемся к старту. Вот, да, я оформляю страховой вот этот вот полис в электронном виде. Как проверить правильность расчета стоимости? — Как я могу это сделать? — Для расчета стоимости полиса, да, можно воспользоваться калькулятором специальным. Он размещается на официальном сайте Российского союза автостраховщиков. — Ну, народ грамотный найдут. А если страхователь не согласен со стоимостью полиса? Вот два слова. — Ну, как не согласен? Он может запросить и получить полностью расчет у страховой компании, и они к какому-то придут. — Ну что, дорогие друзья, спасибо вам за эфир. — Спасибо. — Гритниев Андрей Анатольевич, исполняющий обязанности, управляющий отделением нацбасса.